Они обладают, я думаю, продвинутыми техническими навыками и интересным взглядом на современный Таджикистан. Таких молодых людей немного, но они есть. Это потенциал, который нуждается в поддержке. Часть из этих людей сегодня в этой аудитории. И для меня большая честь представлять их, представлять таджикскую делегацию. И я советую познакомьтесь с ними. Если вы планируете с нами работать, сотрудничать, это самые лучшие люди, с кем начать это общение и знакомство, и работу. И сегодня у нас в аудитории присутствуют молодые профессионалы, которые думают теперь по-другому, даже отличаясь от того, что мы думали два года назад. Познакомьтесь с ними. У меня еще три минуты. Ой, классно. Давайте я тогда использую свое время полностью. На самом деле, я думал, у меня не будет времени рассказать про наши мероприятия, но если в три минуты есть, хотя у меня по часам меньше немного. Большая дискуссия публичная была после этой выставки в гостинице «Сирена» в Душанбе. По большому счету, авторка этой выставки сейчас здесь, в Казахстане, в Астане. Большая публичная дискуссия не только в Таджикистане, но и на территории Центральной Азии о том, что допустимо, недопустимо в публичном пространстве, о том, что может, не может делать женщина и что она должна делать. Много угроз, много обвинений, много позитива, но для нас это какой-то интересный шаг в осознании, кто мы есть. Так сложилось, что я половину этих людей на картине знаю. Можно дальше? Другой проект, я, наверное, скажу в нем в большей степени, это Душанбинский международный фестиваль. Это, наверное, последний проект, который я вам скажу. Можно дальше? Это, в принципе, гордость моей организации, флагманский проект моей организации, когда мы собираем в Душанбе множество музыкантов. Я знаю, что Илматы и Бишкеки проводятся ежегодные фестивали в тот же месяц, но гордость наша, что у нас отдельная концепция. Мы как раз постараемся сделать фьюжн традиционной музыки и западного джаза, который, по сути, не совсем западный, как он пришел из Африки, но так или иначе воспринимается как западным. И тот продукт, который мы делаем, мне кажется, он самый интересный в Центральной Азии. Я, к сожалению, дисков не привез, но в следующий раз позабочу об этом. Я надеюсь, у вас было время прочитать о других проектах. Спасибо большое и хорошего нетворки. Спасибо большое, Сергей. Я бы хотела сказать, что мы вас приветствуем в нашем клубе. И сейчас у нас выступит Дания о том, что происходит в Кыргызстане. И мне очень приятно сказать, что я провел несколько дней в Бишкеке во время этого визита своего. И я впечатлился многими вещами, которыми я там видел. И я буду очень рад услышать, как Данияр нам расскажет о том, что нового происходит в Кыргызстане в 2018 году. Спасибо большое, как вы креативно произнесли Кыргызстан. Наша мечта такая, чтобы сделать Кыргызстан эпицентром креативности. Позвольте, я расскажу вам о основных событиях, которые происходили этот год. К сожалению, мне придется начать с такого мероприятия, которое больше всего повлияло на всех нас, затронуло всех нас. У нас проходила в этом году огромная трагедия, которая произошла с девушкой Бурулай. Ей было 18 лет, ее похитили. И, к сожалению, такая традиция до сих пор существует. Она не каждый день, слава богу, происходит, но такие случаи есть. И Эльмира сегодня рассказывала о важности, о том, что нужно обсуждать и поднимать эти вопросы. И эту девушку похитили. И она попала в полицейский участок, и это было бы счастливым концом. Но люди в полицейском участке решили, что была бы хорошая идея, чтобы она осталась одна со своими похитителями, чтобы они мирно разрешили вопросы и девушку убили. То есть это все то, что мы ненавидим в самих себе. Конечно, мы не хотим быть такими людьми, которые до сих пор имеют такие традиции похищения девушек. И, конечно, это ужасный факт того, что убийство произошло прямо в полицейском участке. И в Кыргызстане вы увидите, очень мало было положительного воздействия правительства. И что мы делаем в Кыргызстане? Мы делаем, не полагаясь на государственные инициативы. И то, что я буду сегодня рассказывать, может быть, будет выглядеть небольшим каким-то. Но, однако, со всеми усилиями людей, такими, как вы и я, мы все вместе стараемся как бы оставаться живыми, жить. У нас был вот такой небольшой фильм о похищении невест. Было большое обсуждение. Вот в этом фильме действительно счастливый конец, и это важно. Он получил гран-при здесь, на фестивале маркетинга в Алма-Ате. Ещё какая была реакция, и это тоже важно. Я думаю, что это самое большее, что произошло в креативной экономике, в культуре в Кыргызстане в этом году. Вот эта девушка, её зовут Зирье. Эта девушка подумала, какая была бы наилучшая реакция на этот случай из Бурла. И она постаралась организовать провокацию. Она написала песню о девушке, которая задаёт вопросы обществу. Если я уважаю вас, почему вы не уважаете меня? Она сняла этот видеоклип, и на ней была только юбочка, блейзер и бра. И это бюстгальтер. Эта девушка нетрадиционного вида модель. И этот видеотип спровоцировал очень много обсуждений в обществе. И я рад, что в этот раз она не получала только угрозы. Многие её и защищали. Вот эта конкретная история показывает, что мы более зрелые теперь, чем мы были. Мы получили большую поддержку. И этот видеоклип также имел и очень хорошие комментарии. И его очень много обсуждали в обществе. И посмотрите его на YouTube, пожалуйста, этот клип. У нас есть киноиндустрия, которая очень быстро развивается, почти без какого-либо участия правительства. И в этом году я вам предлагаю посмотреть вот этот фильм «Кокбюрё». Фильм, опять-таки, короткий. Был снят совместно с Казахстаном в сотрудничестве основные актёры из Казахстана. И я надеюсь, что этот фильм будет успешным также и в Казахстане. В Кыргызстане он был очень-очень успешным. Прекрасное качество. Это для нас большой этап в развитии кинематографа в Кыргызстане. Ещё один этап развития – это первый мюзикл, музыкальный фильм в Кыргызстане. Дорак и Ры – «Песня дерева». Данный музыкал, вообще всего один процент в мире фильмов является мюзиклами. А вот этот фильм был очень успешным. Он показывался во множестве фестивалей, включая «Глазга будет скоро». И я был продюсером этого фильма. Я разговаривал с продюсером, и я спросил, почему вы решили, чтобы это был мюзикл. Они выбрали эту форму, потому что сказали, что мы можем показать хорошее кино, не потратив много денег. Мы всё время стараемся, так делаем в Кыргызстане. Мы делаем что-то хорошее без денег. И не нужно какие-то спецэффекты, когда вы снимаете мюзикл. Это очень хорошая история, но также это и предпринимательское решение, которое было очень эффективным. Я вам предлагаю его посмотреть, и его будут показывать в Кыргызстане в январе. С точки зрения государственного участия, новый мэр ОШ сказал, что он сделает ОШ IT-хабом в нашем регионе. Я считаю, это очень хорошая идея. Сапарубек является консультантом как раз по этому проекту. Вы можете с ним познакомиться. Это прекрасный процент, потому что Фергана, долина Ферганы, самая густозаселённая территория. У нас 50 миллионов человек, и мы искусственно разделены. Для меня очень странно, когда я слышу, что важно ли, чтобы была такая региональная идентичность. Конечно, конечно. На самом деле в мире никому не важно, кто это, Кыргызстан, Таджикистан или Казахстан. Мы должны найти такую общую идентичность. И я считаю, это самое прекрасное в нашей конференции сегодня, что мы здесь собрались вместе. И, надеюсь, эта идея сработает. У нас хорошая школа данных. К нам приехала женщина из Москвы, и она преподает журналистику в американском университете. И она открыла такую школу данных для студентов университета. И эта школа оказывает прекрасное воздействие. Журнализм улучшается, профессионализм растёт, особенно журнализм в сфере данных. Далее. У нас большое развитие в коруокинге. Мы такая организация как раз в этом очень активная. И в этом году в Кыргызстане у нас шесть коруокингов открылись. Ош, и здесь присутствуют организаторы. Мы сегодня открываем такое пространство, также в Ош снова. Ещё у нас есть в Бишкеке четыре новых таких совместных пространства. И сейчас мы видим, что уже несколько таких пространств, и мы видим, что всё это прекрасно развивается и влияет на общую окружающую среду. Я очень счастлива, что самая крупнейшая эти школа в Кыргызстане тоже происходит от алматинских инициатив. У нас есть студенты из Алматы, которые обучают разным языкам программирование, оказывают большое влияние и способствуют успеху и Казахстану в этом плане. У нас есть игры намадов. Это третьи мировые игры. Это были последние игры намадов с участием участников из Турции, Казахстана и стран Среднеазиатского региона. Конечно же, нельзя не упомянуть о том, что всё-таки это оказало очень положительное воздействие. Что касается новых сегментов в туризме, например, рабы тоже приезжают очень часто в Кыргызстан. Особенно в этом году их было много, и это были очень значимые события. 400 журналистов приехали, и Кыргызстан не оплатил за их работу. Они сами приехали, потому что для них это было интересно. Тенгри-мюзик-фестиваль – это замечательное событие, которое происходит ежегодно в Бишкеке. В этом году было это особенно интересно, потому что они привезли музыкантов из шести стран, которые играли в одном оркестре. Они играли в симфонию номер пять Чайковского. Где-то 10 тысяч человек участвовали. Это было замечательное событие. Кроме того, огромное событие в Бишкеке тоже происходило. И этой идеей было нескольких девочек, которые решили, что настало время для того, чтобы профессионалы по маркетингу могли бы собраться и обсудить какие-то общие вопросы. И в этом году этот фестиваль захватил также и Алматы. Он в первый раз был проведен в Алматы. Я думаю, что это очень значимо, что такие фестивали не остаются в одном городе. Они проводятся только в рамках одного города. Они передвигаются по разным городам. И я надеюсь, что в следующем году такая конференция может состояться даже и в Бишкеке. И самая последняя вещь, но опять же очень-очень интересная вещь. Мы здесь увидели прекрасные киргизские сувениры. Мы всегда завидовали казахстанцам, потому что всегда, когда они приезжают, они привозят вот эти голубые шоколадки в голубых упаковках. А мы создали еще лучший продукт, он гораздо лучше. Попробуйте-ка этот продукт. И вы видите, все продукты нужно подвергать каким-то сомнению. И идеи тоже надо подвергать сомнениям, как Жан уже говорил об этом. И я предлагаю вам встретиться с Жан Гнойл, который как раз-таки производит эту продукцию. Это прекрасная идея. Тут киргизская традиция того, что объединяется киргизская продукция толкэн и шоколад. И создается такой современный продукт. И вот то, что происходит в Киргизстане. Поэтому приезжайте в Киргизстан. Будьте вместе креативными. Данияр, большое спасибо вам за выступление. Извиняюсь за мое произношение, если не так что-то произнес. Я из страны, которую называют Англия. Но если я говорю серьезно, то можно ли мне сказать Данияру. Данияр как раз-таки говорил про бизнес-коворкинг, который он замутил со своим партнером. Я видел их тоже в конце недели, с ними познакомился. Но меня особенно интересует тема, как управляются промышленные какие-то пространства. Как мы создаем такие пространства. Потому что я тоже сам как раз вовлечен в такое предприятие в Лондоне. И в такой бизнес. Это компания, которая называется социальным предприятием, которое называется Maywe360. И целью же создания такого предприятия заключается в том, чтобы мы определили и помогли расти тому, что мы называем талантом. То есть это относится напрямую к фразе, которую сегодня Джон говорил, когда он говорил о том, что таланты везде. Но возможности не для всех и не везде существуют. И поэтому я как раз вовлелся в эту работу, в эту компанию, которая называется Maywe360. И я видел очень много других пространств для создания коверкинга в Соединенном Королевстве. Но если говорить серьезно, то я хочу сказать, что то, что Данияр и его партнер делают тем, что они представляют качественные пространства для коверкинга, это действительно фантастика. Никто не может научить Данияра и его партнера, как лучше работать. Это фантастические достижения. Ну давайте теперь дальше пойдем. Я буду очень осторожен своим произношением некоторых слов. Я думаю, сейчас можно дать слово представителю от Узбекистана, где Тимур. Добро пожаловать, Тимур. Добрый день всем. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить Британский совет за организацию такого события уже второй раз. И за то, что вы так терпеливы с тем предметом разговора, который для нас абсолютно новый. Конечно, я извинюсь, наверное, за то, что буду говорить на русском языке. Я надеюсь, что это не в силу того, что я плохо знаю английский, но я буду все-таки говорить на русском языке. Происходит в Узбекистане. Моя цель презентации была рассказать. На самом деле, очень много сегодня происходит. Очень глобальные, будем говорить, реформы для страны. Я уверен, что все следят за этим. И у меня практически невозможно рассказать об этом в установленное время. Это займет весь день, можно перечислять. Я остановлюсь на нескольких. Я представляю фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры из Узбекистана. И постараюсь рассказать о таких направлениях, более-менее, я считаю, которые и глобальны, и имеют большую перспективу по развитию, в том числе, креативной индустрии в стране. Возможно, и в целом в регионе. Во-первых, впервые креативная индустрия была указана в официальном документе. Я имею в виду фраза. Это, я считаю, достаточно серьезно. В постановлении президента это было. Не менее важным то, что сейчас ведется программа по государственно-частному партнерству в таких направлениях, как туризм, культура, кинематограф. То есть все, что связано с креативной индустрией. И государство становится более открытым в сотрудничестве с частными партнерами. То есть передает какие-то вещи на аутсорсинг. Может быть, это в каких-то сферах не идеально. Но это начало. И это очень серьезное начало, я считаю. И очень серьезная поддержка. В сфере туризма очень серьезная идет поддержка государства. В сфере культуры не менее серьезная. Поэтому это очень позитивный знак для развития. У нас на сегодняшний день непосредственно в Министерском культуре запускается программа реновации музеев. Это достаточно уникальная программа для страны. Нам передают, по сути, три музея, достаточно известных. Среди них один из самых известных, пожалуй, в Средней Азии, музей Савицкого. Три музея и программа в экспериментальном режиме позволяет работать с этими музеями в любом направлении. Цель программы увеличить посетителей, количество посетителей в музеях. То есть мы говорим, начиная от образования работников музея, заканчивая проведением каких-либо квестов, может быть, что угодно это может быть. В том числе совместно с частными партнерами возможно это все сделать. То есть я считаю это достаточно серьезным шагом. И если эта экспериментальная программа будет достаточно успешной, мы сможем это применить на культурных учреждениях всей страны в целом республике. Другое направление образования, что я считаю не менее важно, как сегодня уже говорили, креативная индустрия, понятие креативной индустрии, оно немножечко размыто. Может быть, в Казахстане, благодаря в том числе работе Британского совета здесь достаточно активно, это стало чуть-чуть легче. У нас до сих пор здесь возникает очень много вопросов, понимания вообще, что такое креативная индустрия. Может быть, его нету конкретного, но тем не менее, что туда входит, что мы можем включить в это понятие, оно пока очень сильно разбито. Поэтому образование играет не менее важную роль. Многие университеты во всех направлениях практически стали приглашать зарубежных партнеров. В частности, вот мы ждем представителей Голлсмис университета в следующем месяце, который будет нам проводить мастер-классы по музейному делу. Аналогичные программы проводятся в других университетах. В Эсминстер университет Ташкенте открывает мастерс-программу магистратуры. Планируется через два года. Процесс уже запущен по управлению креативными индустриями. Креативной индустрией. Это будет программа магистратуры. Что касается, кроме того, Creative Spark программа, я уверен, многие здесь слышали об этом. Британская программа Creative Spark совместно с Британским советом это все было. Пять проектов прошли из Узбекистана. Что я считаю тоже хорошим показателем. И другим таким достаточно интересным, я считаю, знаком стало. Мы планируем открыть креативный хаб, культурный хаб, точнее, мы его называем центром современной культуры. Это первый в Узбекистане будет подобного рода проектом. Планируются уже начаты работы по реконструкции предварительной. В следующем году планируется открытие. Я надеюсь, в следующем году, если у меня будет такая возможность, мы вам уже его презентуем. Может быть, пригласим всех в Ташкент. Поэтому я уверен, что это будет достаточно интересным. Я уверен, у моих коллег... Спасибо большое за время. У моих коллег из Узбекистана сегодня приехало немало людей, больше, чем в прошлом году. У них есть намного больше, что добавить. Касательно того, что происходит в Узбекистане, какие изменения были за последний год. Я уверен, вы все это сможете обсудить. Я бы хотел завершить на том моменте, что это классно, что мы здесь встречаемся, но я считаю этого мало. Мы об этом говорили, когда обсуждали вообще вот эту концепцию всего форума. Я считаю, что необходимо создать, мы тогда это озвучивали, что необходимо создать платформу, может быть, хотя бы начать с онлайн-платформы, где все участники смогут обмениваться идеями, обмениваться своим мнением, проектами, делиться опытом. Это очень важно, чтобы мы постоянно были на связи, я считаю. Если мы действительно хотим прогресса, если мы действительно хотим какого-то развития и его совместно сделать. Поэтому я выступаю с таким предложением рассмотреть вот эту возможность, если поддерживает нас британский совет, поддерживает другие страны, представители других стран. Мы организуем эту платформу и сделаем ее достаточно быстро. Я думаю, уже буквально пару месяцев мы должны будем обсудить концепт, как это будет работать, как это мы все видим, чтобы все согласились. Чтобы мы постоянно были на связи, чтобы у нас была постоянная возможность это все обсуждать, делиться проектами. Потому что, насколько я знаю, программа ныне, именно вот эта программа, Creative Central Asia, она в следующем году заканчивается. Нам нельзя это отпускать. Нам нужно идти дальше, нам нужно это развивать совместно. Не так, чтобы только британский совет как-то нас двигал, толкал на это. Спасибо британскому совету за то, что они нам помогают. Нам нужно совместно это еще продолжать делать. Все вместе. Поэтому, если поддерживать, было бы очень хорошо, я считаю, создать такую платформу и работать над ней всем вместе. Прошу всех поддержать. Спасибо большое. Спасибо. 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 Большое спасибо, Тимур. А можно ли теперь перейти к четвертому докладу? И хотелось бы пригласить Жулдас Сесбекова, чтобы она вышла и рассказала нам о том, что делается в последнее время в Казахстане и какие достижения иметь Казахстан в этом плане. Большое спасибо. Добрый день, дамы и господа. Сегодня на меня возложена такая миссия представлять Казахстан. Однако за 10 минут это очень сложно сделать, поэтому мы остановимся сегодня, конечно же, на городах Астана и Алматы. В прошлом году, когда мы встречались здесь в первый раз, мы очень много говорили о том, что происходит в Алматы. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что у нас не идет какая-то битва, где лучше, где хуже, потому что у каждого свой абсолютно отличающийся друг от друга свой личный урбанкод. И поэтому сейчас просто хотелось бы рассказать о том, что действительно за последний год изменилось в Казахстане, в частности в этих двух городах. Потому что надо сказать, что после последней нашей встречи у нас как-то все оживилось, появилось больше и инициатив, и организаций, и даже ресурсов для того, чтобы получилось то, что получилось. Давайте все посмотрим на экран, и я постараюсь вкратце рассказать буквально о каждом проекте. Сейчас это 25 проектов Астаны, и мы затронем, конечно, на Алмату. Так, у меня кликер, да? Хочу сказать, какую организацию я представляю, это тоже очень важно. Я представляю креативный сектор, это проектный офис «Новая экономика», городской центр развития инвестиций «Астана Инвест», управления инвестиций, и мы в этом плане, как взаимодействуем с государством, мы являемся таким мостиком, да, мы работаем и с теми, у кого есть идеи, у кого есть проекты, напрямую состыковывая их с представителями государства, с инвесторами. И я думаю, тоже это важно, поскольку мы не просто наблюдаем за этим, но еще и сами вовлечены, и ведем проектную деятельность, мы сами инициируем что-то. Таким образом, мы, ну я хочу сразу говорить, мы не архитекторы, не урбанисты в профессиональном смысле слова, однако, если брать глобально, мы взяли на себя смелость или наглость разработать концепцию развития пешеходной улицы Мамбетова-Умарова. Сейчас это правый берег, это Арбат, и он появился далеко не год назад, однако же за последний год он значительно изменился, и кто видел, видит, как там развивается потихонечку стритфуд, как меняются, оживляются улицы. Вот так выглядело здание до, по проекту, который мы, идея, которую мы представили вместе с Евразийским культурным альянсом все-таки осуществили, вот появилась следующая, да, вы видите картина, может быть, не совсем та идеальная картинка, которую бы хотелось получить, но думаю, для первого раза вполне себе удачный, такой успешный опыт. Ну, эта идея, ну, мы, конечно, здесь не изобретали велосипед, идея была подсмотрена и даже где-то заимствована с улиц Амбруццо в Италии, где мне посчастливилось находиться, однако мы внесли здесь свою культурную идентичность, если говорить о картинах, которые, Костеевских картинах, которые представлены здесь. Следующее мероприятие, которое вот одно из самых свежих в сентябре прошло, это Family Day в парке Ататюрк. Если я сейчас спрошу, кто знает вообще, где находится этот парк, то, как выяснилось по нашим опросам, многие жители Астаны, которые, коренные жители Астаны, которые живут здесь не первые десяток лет, к сожалению, не знали о существовании данного парка. Мы обратили на него внимание раз и решили провести такой семейный фестиваль, скажем так, креативных индустрий. Кто-то может со мной не согласиться, однако мы привлекли и культурные центры посольств, то есть поработали в этом направлении, поработали с городскими сообществами, начиная от танца, заканчивая комиксами, провели гик-пикник. У нас было очень много интересных форматов, в том числе стрит-фуд фестиваль, и мы пригласили именно креативные бизнесы, это те ребята, которые не просто что-то продают, а их площадки являются именно той коммуникативной площадкой, где рождаются новые проекты, такие как Фотобар, такие как Монте-Бьянко. То есть вот если вы о них не слышали, они на сегодняшний день за последний год приобрели не только популярность, но в коллаборации с другими представителями бизнеса смогли создать что-то на самом деле новое, уникальное. Вот это выглядело примерно так, причем это был фестиваль даже не сколько астанинский, поскольку к нам приехали из Кокшетау, из Караганды, вот здесь это можно посмотреть. Мы этноинсталляцию, мы не забыли, конечно, о том, что есть и очень важно показать отдельные, ну не просто классическое традиционное ремесленничество, да, в том понимании, в котором мы представляем, а именно иллюстрировать это посредством этноинсталляции. К сожалению, фотографий у меня не так много пока еще, что вот, например, интересный пример посольства Японии с PlayStation, ну они таким образом еще историю показали, как все это начиналось в свое время. Публичная лекция Свята Мурунова прошла у нас впервые открыто, доступно в мае этого года, что тоже вызвало такой приятный общественный резонанс, поскольку люди вообще начали понимать, что такое креативная индустрия. К сожалению, даже за этот последний год, ну не всем удалось это объяснить. Хорошо, мне осталось пять минут. Мы провели нетворкинг в марте, в котором присутствовали также British Council непосредственно, и это был такой интересный нетворкинг с представителями креативных индустрий, где айтишники, многие впервые узнали, что они относятся к креативным индустриям. Да, однако вот это прошло в таком интересном, веселом формате, и, кстати говоря, после этой встречи появились интересные новые проекты, о которых позже расскажу. Еще один проект совсем свежий, он прошел 12 октября, это «Казахстанкис фэшн-шоу». Он ежегодный, но именно в этом году он прошел в формате театрализации. Это такой шоу-проект, где дети не просто демонстрируют моду, но обучаются этому, а именно театрализация, хореография. Это был международный проект, нам приехали из 16 стран мира, и благодаря этому мы постоянно обмениваемся какими-то новыми интересными моментами. И одна из коллекций была представлена двумя девочками, 14-летними, которые являются юными дизайнерами. То есть мы еще и популяризируем не только наше этническое достояние, если говорить о национальном моде, но и современный подход. Вот в таком формате это проходило, даже были элементы балета. Следующий проект, мы уже закончили с «Креатив-экономией», это «Гидро», арт-завод «Фабрика». Это нашумевший проект, который открылся в историческом центре, и на сегодняшний день здесь проходят и выставки, и квартирники. И в ближайшее время будет очень много чего интересного. Вы можете напрямую у Индиры Махмеда узнать об этом. И что важно, на самом деле это действующий завод насосный. И что интересно, здесь проходит очень много необычных таких мероприятий, где мы наконец-то увидели, что у нас есть и другие представители креативных индустрий. Букдейтинги и так далее. Вот в таком формате. Аурбан-арт Астана прошел в этом году, и город из просто города чиновников, как нас любят называть, стал таким более радужным, интересным, точнее его правая часть. Вот такие муралы появились на зданиях. Это международный фестиваль, который привлек очень много, на самом деле, в том числе известных, именитых художников-графистов. 26 эскизов было отобрано. Следующая это артком-коммуникативная площадка «Игерим Капар». Началась она с выставки современного искусства, сегодня уже говорили о Национальном музее. Продолжилась выставка современного искусства «Осен Дамос». Что интересно, это арты интервенции и вообще тот вызов, который практически ежемесячно бросает «Игерим Капар» городу, потому что наша общественность, конечно, не до конца может понимать, что происходит, но понимать, что что-то происходит. И к этому тоже нужно потихонечку как-то подстраиваться. Центр урбанистики. Это образовательные лекции. В этом году было у нас много архитекторов, урбанистов. Открытие сквера Зелинского у нас появился, между прочим, с района Байконур. Из парковки у нас появился сквер. Международный конгресс архитекторов прошел и успешно конкурс инновационных проектов, среди которых проект «Нашумевший среда лаб». Сегодня тоже девочки Синаида Пак и Анастасия Леонова здесь представлены. Это отдельная площадка. Также инклюзивная детская площадка на коронфандинговой основе. «Школа модерации» буквально на прошлой неделе со Святом Муруновым. Свят Мурунов уже скоро может прописаться в Казахстане. ТСЕ. Это абсолютно уникальное явление для Астаны и для Казахстана в целом. Это проект Дины Байтасова и ее команды. И успешно в сентябре «Астана» арт-шоу состоялся с различными проектами. Были выставки, причем с Европейским Союзом. Они проводили с Экиматом, проводили. Достаточно интересно. Образовательные лекции постоянно проходят. Международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб» наконец-то открылся. Здесь айтишники живут пока еще собственной отдельной жизнью, но думаю, скоро к нам присоединятся. Музей космоса и макеты ракет под открытым небом. Сквер путешественников. Теперь к Алмате. Приходим и видим проекты «Урбанфорум Казахстан». «Урбанкамп», форум городских инициатив. «Белка», нашумевшая. Совместный проект государства и агентства «Фанк». Это различные проекты в рубрике «Города и люди», очень интересные, которые проходили и в Астане, и в Алматы. Это проект «Театр соседей», совместный «Урбанфорум Казахстан» в партнерстве «Сорус». Это проект международного симпозиума, который также прошел в Алматы в августе. Форум идей, который инициировала власть. «Смартпоинт» – известная площадка, и хотя они являются каворкингом, на самом деле они достаточно больше в себя вмещают, поскольку представляют намного больше, чем просто пространство 24 часа в сутки. И, конечно, проект «Артишо», который на краудфандинговой основе, собрав 3 миллиона, а в целом с миру по нитке 30 миллионов, смог открыть вторую площадку. Вообще уникальное событие не только для Казахстана, но и для СНГ, но и в мире, в принципе, если не ошибусь, если скажу. В целом такие новости. Сегодня это был обзор дайджест Жулды Систембековой. Те проблемы, те интересующие вас вопросы вы можете мне напрямую задавать, либо всем тем ребятам, которые здесь представлены, потому что это они все, благодаря своим инициативам, не дожидаясь, когда им об этом скажут, организовывают такие интересные проекты, которые меняют жизнь целого города. Спасибо большое. Я должен сказать, что моя первая реакция на эти презентации такая, что качество презентации визуально настолько лучше, чем моя собственная, может мне просто вообще уйти сейчас. Но я бы хотел рассказать вам, что у нас нового, что происходило в Великобритании за последние 12 месяцев, потому что мы проводили переговоры с правительством, такая секторальная сделка для креативных отраслей. И я бы хотел объяснить, что это такое. Прежде всего, нам нужно заметить, что у нас день рождения, потому что 2018 год – это 20-е годовщина с первой концептуализацией, классификацией креативной экономики. Это было в 1998 году, то есть у нас уже 20 лет годовщина. Здесь еще другие важные этапы в хронологии всех событий, которые происходили в обсуждении и понимании креативной экономики. И прежде чем я подойду к событиям прошлого года, я бы хотел заметить, я считаю, что огромную роль, которую сыграл британский совет в экспортировании или даже разделении идеи и понимании креативной экономики, креативных отраслей. Британский совет сделал 3 или 4 взаимодополняющих вещей. Организация таких событий, как наше сейчас, партнерств, но также и предоставил ресурсы и тексты, анализ того, что такое креативная экономика, и поделился ими с общественностью. И что вы видите на экране, это первый из таких текстов, это публикация, которая была подготовлена Джоном. Вы здесь, Джон, да? Джон написал этот документ, и он был опубликован в 2010 году. И у нас оно есть теперь на русском языке. Прекрасно, даже еще лучше, потому что Джон очень человек щедрый, он еще и обновил, я не знаю, новая версия уже переведена на русский или нет. Это первая страница обновленной версии документа по креативной экономике. И здесь вы видите из содержания, о чем определение, новые бизнес-модели, взаимоотношения с цифровым миром, кластеры и так далее. Я хочу сказать, что все это имеется онлайн, и все, кто заинтересован, может это почитать. И еще одна публикация, также Британский совет ее организовал. Это разные сочинения, которые были редактированы Энди. Энди, именно он является ведущим экспертом по креативным кластерам, и я его агент. Данная публикация также имеется онлайн. Одна из ролей Британского совета, которую он сыграл и продолжает играть, это наличие таких ресурсов, которые помогают нам обсуждать, вырабатывать концепции, о которых мы сегодня и говорим. В 1908 году, когда мы впервые начали говорить о креативных отраслях, в 2007 году появилась классификация, которую выдвинул Департамент по культуре, и мы сейчас говорим о DCM-13. И вот то, что мы видим сейчас, это самый, наверное, знаменитый график, который обсуждается везде в Великобритании, всеми, кто заинтересован в статистике. Это срез креативной экономики Великобритании, и он нам показывает очень ясно пропорциональность разных подсекторов. Самый большой – это программное обеспечение IT и игры, самый противоречивый – фильмы и телевидение. Тоже интересно, потому что он очень быстро растет. И разные цифры здесь вы видите. Я бы хотел, что вот на этом веб-сайте, creativeindustries.com.uk, там гораздо больше графиков, примерно как этот, для тех, кто хотел бы еще лучше понимать, что происходит в Великобритании. И сейчас я подхожу уже к тому, что происходило в прошлом году, но вот предыстория всего этого. Предыстория, как мы знаем, как мы все знаем, и сегодня уже об этом говорилось несколько раз, о том, что у нас продолжается воздействие того, что иногда экономисты называют цифровой переход. Я не буду перечислять все это, но воздействие такое, оно всеобщее. Я работаю в киноиндустрии, и я могу вам сказать, что воздействие технологий того, что происходит, и того, что экономист Джорзеф Шемпета назвал креативное подрывное воздействие, оно подходит к тому, чтобы разрушить нашу бизнес-модель. И мы постоянно должны себя заново создавать, создавать новую модель, чтобы реагировать на вызовы, распределить новых технологий, особенно, например, с Нетфликсом, то, что связано. Кстати, Нетфликс в этом году, в 2018-м, потратил больше денег на получение нового контента, чем весь Голливуд, все студии Голливуда. То есть это новый игрок, который абсолютно ставит огромный вызов для всей существующей модели бизнеса. Что произошло в прошлом году? Подхожу к этому. Немного контекста. Во всех наших странах у нас есть взаимодействие с креативным сектором, которое должно пониматься государством, и частным, и государственным сектором, и рынком. И, конечно, все это будет по-разному в каждой стране, в зависимости от истории и культуры. У нас есть Китай, например, где государство имеет пятилетние планы, и необходимо работать по определенным параметрам. США на другом конце спектра, которые говорят о глобальном мировом рынке, но, как мы знаем, государство абсолютно может и делает, вмешивается, когда оно имеет какие-то интересы в распространении, защите интересов торговли. А в Великобритании у нас смешанная экономика. Государство важно. Кстати, самый большой инвестор в культурную экономику Соединенного Королевства – это BBC. У нас смешанная экономика, и за последние 18 месяцев мы старались, как сектор культурной экономики и креативной экономики, мы постарались установить свою позицию в государственной политике о том, как бы мы могли взглянуть в целом на экономику Великобритании. Мы постарались получить признание креативного сектора. Что произошло? В начале прошлого года наше правительство решило, что оно будет производить совершенно новую индустриальную стратегию для всей экономики. И начались консультации по этому вопросу. И вопреки фактору, что креативные отрасли дают 7-8% ВВП, правительство в начале этого процесса не видело, не видело воздействия креативного сектора и не считало его приоритетом для планирования и предоставления денег. Первоначальные стратегические документы, они все касались о науке и технологии, инженеринг, математика. Но во время процесса консультации, который занял 15 месяцев, креативный сектор смогли мобилизоваться эти отрасли через организацию Совет креативных отраслей. Керен, данный Совет, это была идея рокера ирландского, панк-рокера. Он стал рок-звездой, а затем стал председателем такой организации UK Music. И это была его идея создать такой совет. И то, что он сказал, у нас большая автомобильная отрасль, и у нас совет для этой отрасли. Мы должны для себя сделать нечто подобное. И такой совет смог пролоббировать создание и признание креативных отраслей, признание их стратегическим приоритетом для будущего британской экономики. И это краткий обзор того, что было успешной компанией по признанию креативного сектора правительством в виде стратегически важного сектора. В марте этого года было объявлено правительством, что будет так называемая секторальная сделка между государством и креативным сектором. И здесь даны несколько тезисов, элементов этого пакета документов. у меня не будет времени, чтобы детально говорить обо всем этом, но здесь дан веб-сайт, и все, кто заинтересован в таком виде информации, государственной политики, вы можете прочитать это. И вот последний пункт, однако, я думаю, наиболее важен. Важность этой секторальной сделки действительно символична. Дело не в деньгах. Деньги были незначительные. Деньги получат университеты за проведение исследований НИОКР в области креативной экономики, примерно 20 миллионов фунтов, но важно символически, что впервые правительство говорит о том, что это стратегический сектор экономики. Вот важность этой работы. теперь мы услышали о государственной политике в Великобритании и мы видим, что меньше стратегического фокуса на искусстве самому по себе, на культуре, чем в соединении с тем, что культура и искусство делают вместе с технологиями, как они влияют на экономику. Это прекрасный термин для наших переводчиков. У нас есть новое слово, которое мы ввели в 2018 году, и оно звучит как Крея-Тек. Это неологизм. Мне вообще не нравятся неологизмы. но вот это новое слово Креа-Тек, и мы его даже использовали на большой конференции, которая была организована нашим советом креативных отраслей, которое называлось Креа-Тек 2018. У нас были большие промышленные партнеры, Ренд-Ровер, т.е. больше мы рассматриваем взаимоотношения между креативностью и технологией, и это не такой уж очевидный вопрос. и создатели контента не всегда видят ценность, не получают той ценности, которую они должны получать от комбинации искусства и технологий, больших технологий. Сейчас настало то время, когда это все становится очень важным вопросом для продвижения вперед. Я уже подхожу к концу своей презентации, я хочу сказать нечто другое теперь. Мне бы хотелось поговорить Мартин здесь. Отлично. Я бы хотел продолжить то, что сказал Мартин о городе Холл, город культуры, потому что мы сейчас говорим о том, что произошло за прошлый год и что произошло. Мы получили новый город культуры, предлагаемый на годы 20-21 и победитель, который был объявлен, это город, который был прекрасным городом в средневековый период. У него была текстильная отрасль и стал великим городом также во время промышленной революции. И это то место, где был изобретен велосипед и автомобильная отрасль развивалась, но во время Второй мировой войны его бомбили, безработица росла, промышленность разрушалась, но там были великие художники, которые собрались вместе и решили, что они воссоздадут этот город. художники собрались с бизнесменами, с транспортниками, с церковью. Это будет уже следующий город культуры, и я бы завершил мои слова тем, что те, которые еще не распланировали, как провести отпуск в 2021 году, пожалуйста, запланируйте посетить это место, Ковен-3. Сейчас хотелось попередать слово Клэр, пожалуйста, спикеры и представители четырех государств выступшие, пожалуйста, пройдите и Клэр немножко поделится своими идеями касательно того, что мы с вами уже услышали от наших спикеров. Клэр, пожалуйста. Клэр Дебраклер, Мартин сказал, представим, я являюсь региональным директором по вопросам искусства и культуры, но в первую очередь хотел бы сказать, что оставайтесь со мной пожалуйста чуть дольше, хотел бы поблагодарить всех наших спикеров, Даниара, Тимура, Жулдыз и Мартина и за то, что они рассказали про развитие культурной индустрии в ваших странах, поделились духом того, что происходит в ваших странах. И я в первый раз в Центральной Азии и уже узнала так много уже за сегодняшнее утро, получила так много информации, у нас были спикеры из независимого сектора поисковства Тхабс и Тэг от государственных и городских каких-то учреждений и организаций, и что произошли какие-то развития, прогресс, есть трудности и политические трудности, ну и так же какие-то конкретные вещи в области креативной индустрии происходят в Центральной Азии. Я знаю, что если говорить про политические аспекты, то здесь в Казахстане креативная индустрия тоже признана и это все является свидетелем того, что этому придает большое значение на основе тех разговоров, которые состоятся. Я знаю, что создаются какие-то соотношения между Соединенным Королевствами и Государствами Центральной Азии. И мы услышим очень много новых новостей. Догие вещи возникают, такие как культурная идентичность, политика, инфраструктура по этим вопросам, пусть это будут частные или государственные какие-то идеи государственного или национального уровня. Но мне не хотелось бы слишком много говорить на эту тему, просто мне хотелось бы, чтобы мы быстренько сделали следующее. Мне хотелось бы дать вам возможность сказать, я знаю, что вы уже оказали такое большое воздействие на всех нас на слушателей, хотелось бы, чтобы уже маленькие группы по 3-4 человека, может быть, там будет все-таки сложно собраться и разделиться на эти 3-4 группы, ответить на два вопроса. Один вопрос, если вернуться к словам Мартина про искусство, про то, что искусство лежит в сердце креативной индустрии, скажите, пожалуйста, какие из инициативы у вас происходили, вы являлись частью, которые бы как раз отражали культурную идентичность вашего города, страны, может быть, есть какой-то кризис как раз этой идентичности в Соединенном Королевстве, но вот какие события у вас произошли, потом, что вы поменяли в вашей политике в инфраструктуре, поддержку в культурной индустрии. Я дам вам 10 минут на обсуждение, а потом быстренько, коротко поделитесь вашими мыслями, и потом, наверное, услышу также от спикеров, которые сидят у нас в президиуме. Может быть, вы тоже хотели бы спикеры наши, которые сидят в президиуме, тоже обсудить эти вопросы. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 That's the end of our 10 minutes. Ну что ж, наши 10 минут уже закончились. Я прошу всех вас вернуться. Всех тех, кто сидел в президиуме, пожалуйста, вернуйтесь на свои места. Давайте начнем. Выслушаем тех, кто сидит в президиуме. Я думаю, что, наверное, первый вопрос был очень сложным ответить. Да, я услышала такую точку зрения тех, кто сидит в президиуме. Но, Сергей, вы, может быть, хотели бы начать, да, отвечать на этот первый вопрос? Может, сразу начнем? Why not? Спасибо. Спасибо. А, соответственно, первое вопрос. Насколько я правильно понял, это какое событие в вашей стране, в вашем городе наиболее, скажем так, соответствует идентичности? И... Could you repeat, actually? Не могли бы повторить? The whole first question, so I will stick to the point. What cultural event have you been to that most reflects cultural identity? Что как раз отражает какое-то событие, наверное, понятие культурной идентичности в вашем государстве или стране? Посетить всем, и жителям Таджикистана, и соседям, это фестиваль под названием «Крыша мира». К сожалению, это не тот фестиваль, который делает моя организация, но мы именяемся техническими партнерами. Это уникальный фестиваль на высоте двух тысяч метров, если мне не изменяет память, фестиваль горных народов, так называемых, хотя вся Центральная Азия участвует. Там получаешь на этом фестивале уникальный опыт мероприятия, который организован местным сообществом, и ты во время трех-четырех дней этого фестиваля полностью проникаешься настроением и культурой этого местного сообщества, незабываемым на самом деле мероприятием. Это говорит, если говорить глобально о стране. Спасибо. Данияр, что-нибудь тоже скажете? Да, я уже упоминала в моей презентации про девушку, которая пела, она в бюстгальтере. Это тоже было очень интересное событие на этот год, было организовано при содействии НПО. Впервые НПО собрались, собрали все свои усилия, включили ЮНИСЕФ, ЮНИСЕФ, ПРООН и другие организации. Было замечательно, что это произошло как раз в Оше. Это второй город по значимости в Кыргызстане. И в 2010 году у нас прошло 3-4 дня такого же события. И вот уже 8 лет прошло с тех пор, но люди чувствуют, когда они слушают слово вот это вот «peace», вы увидите слезы на их глазах, потому что для них, для жителей города эти слова означают «так много». Но Бишкек далеко от Оша, и у нас очень много стереотипов, которые циркулируют в стране по поводу этого города. Это так много стереотипов. Мы говорим, что традиционный город очень, скажем, заострен на вопросах исламизма и так дальше. И когда мы говорим с молодыми людьми, то у них тоже были какие-то сомнения. Даже среди представителей НПО там тоже было много сомнений, потому что думали, что очень много будет, наверное, угроз. Вот эта девушка, которая создала такой клип, она тоже боялась, что какие-то угрозы поступят в ее адрес по поводу всех этих мероприятий. Но мы согласились, что все-таки это высокий шанс, что, наверное, вместо даже угроз мы будем получать и поддержку. И ведь так оно и произошло. И это меня очень тронуло. Как раз в этом году, когда мы увидели 700 молодых людей, студентов университетов, учащихся, которые как раз таки были рады увидеть ее, что она впервые приехала в их город, что мы разрушили все стереотипы в отношении традиционного Оша о том, что это город, который не меняется, исламистский город, и что они не любят таких девочек, которые ходят в такой одежде. И появилась новая песня в Кенгирыстане, которая называется «Краскадры», что означает «Мечта девушки». И знаменитая певица из Бешкека, она тоже приехала, она исполнила эту песню. И вся толпа из 700 молодых людей, они начали подпевать ей. И эта песня, она имеет очень сильные слова про важность того, чтобы у каждой девочки была мечта. Каждая девочка имеет право мечтать, и мечты должны исполняться в этой стране. Конечно же, это все было трогательно. Но что касается второго опроса, что касается политики в отношении инфраструктуры по культурной индустрии, хотелось бы тоже немножко расскажите, хотя бы расскажите о тех изменениях, которые происходили в вашей стране, что меняется, что меняет само государство в этом плане. Тимур, может быть, вы тоже что-нибудь скажете? Я бы сказал о том, что нам нужно начать создать понимание креативной индустрии. Если мы говорим о креативной индустрии, если мы говорим о государственной поддержке, то должно быть понимание, что такое креативная индустрия. Нужно сделать, как мы до этого обсуждали, провести определенные исследования и наладить диалог с частным сектором. И, исходя из этого, определить, сделать концепцию, какую-то развитие именно креативной индустрии. То, что, по-моему, достаточно важным является на сегодняшний день. Можно говорить об этом много. Еще есть много предложений, но, я думаю, их мы и не будем сейчас обсуждать. На самом деле начало уже положено. И то, что сегодня вы каждый в своих раздаточных материалах получили все-таки итоги первого исследования, которое провел, реорганизовал British Council по Казахстану. Но мы понимаем, что это полной картины не отображает. И поскольку все еще представители креативных индустрий находятся в теневом секторе, мы не можем полностью говорить какой-то вообще, к сожалению, удобоваримой статистики. И это тоже проблема. И вот мы обсуждали момент с государством. То есть, да, есть какие-то частные инициативы, есть какие-то государственные инициативы. Но в любом случае до сих пор государство до конца не понимает, что такое креативные индустрии. Хотя и наш глава государства неоднократно и в посланиях народу, и в частных, то есть в целом беседах, да, говорил о том, что очень важно уходить, ну то есть приходить к несырьевой экономике, развивать. Мы говорим о четвертой промышленной революции и так далее. И, то есть, казалось, есть общий посыл, но не нужен теперь инструментарий, как это все правильно организовать. Потому что все в итоге, такой замкнутый круг получается. Потому что нужны исследования и образовательном плане у нас серьезные дыры. Потому что недостаточно просто выпустить арт-менеджера. Это должны быть широкого профиля специалисты, которые потом не идут в продюсеры или занимаются абсолютно другой деятельностью, да. Это нужно начинать, ну, со школ, вводить это в программы. Пусть это будут пока еще только частные инициативы. Я хочу сказать, что все это на самом деле уже происходит в наших странах. Просто мы зачастую не все об этом знаем, опять-таки, потому что это теневой доход. И нам в этом плане нужно еще полотнее работать вместе, объединяться и не делить на страны. Казахстан, это Узбекистан или Кыргызстан, а все-таки вместе подходить к этому вопросу. Только сообща мы можем сделать это быстрее. А пока, да, это будут длинные деньги, да, инвестор еще будет думать, вкладываться в это или нет, да, государство еще будет обсуждать, что это такое. Время, время, но еще быстренько хотелось бы услышать от Данияра, может быть, он что-то скажет нам. Я дам из стран, который один из самых плохих в мире. И я думаю, что мы только один раз у нас есть возможность быть не в этом плохом состоянии. Это для создания криотивной экономии в нашей стране. Потому что мы должны создать эти высокие маржинальные продукты, которые могут, you know, ignore того, что мы имеем очень expensive logistics, когда мы транспортируем что-то в Кыргызстан или из Кыргызстана. То есть это, у нас есть такие высокие маржинальные продукты — это высокие средства. Таким образом, мы видим Альтинбек, который находится в Кыргызстане, с которыми они производят услуги для экспортных software других, по-ав vraему неизруют маленькие кредиты, неизруют минимум taxных работников. Это очень важно. Немножечо, если я был в государстве, I would realize that I should do whatever I can to develop any creative industries. First of all, I would expand the success of this High Technology Park initiative because this year Kyrgyzstan is number 34 in the world by the percentage of the export coming from software. And we are developing very fast in this world rating. And I would expand this to provide foreign residents. A residency for the foreign companies who could open in Kyrgyzstan, companies from Tajikistan and Kazakhstan or China or Afghanistan to get special tax regime. This is one. And two, I think it would be a good idea for the government to expand this experience for other creative industries as well, not only software production. Thanks. And Sergei from Tajikistan, just one final thought. I'm very short. На самом деле, мне кажется, для нас важно, чтобы в Таджикистане наш частный сектор, некоммерческий сектор, если мы говорим о культуре, о креативном секторе, попытались услышать, начали с нами говорить, может быть, иногда как с равными. Потому что, мне кажется, как раз таки у нас на местах некоммерческий сектор, он двигается большими шагами вперед, когда все остальные отстают. И в некоторых вопросах можно было создавать форумы, диалог, чтобы нас слушали. Спасибо. И последнее слово, наверное, на марте, прежде чем мы завершим и пойдем на обед. Мне бы хотелось сказать, я благодарю вас всех за то, что вы были со мной, благодарю спикеров. Нельзя задерживать вас от обеда. Приятного аппетита и спасибо. Спасибо.